8 сентября день наталии по прозвищу овсяница поминают святых мучеников андриана и наталью это муж и жена то далекое время были гонения на христиан и адриан сам не будучи еще христианином был удивлен тем что они не боятся и легко переносят самые лютые пытки он спросил у них что за награда их поджидает у бога они ответили не видел того глаз не слышала ухо и не приходило то на сердце человеку что приготовил бог любящим его и адриан причислил себя к христианином стадоязычники схватили его и отправили в темницу наталья поспешила навестить мужа в тюрьме там андриана подвергли различным учениям и все это время рядом с ним находилась наталья молилась за него его били до тех пор пока не прорвала чрево и из него начали выпадать внутренности адриан был молод и нежен тело ему было всего 28 лет от роду наталья ободряла его и утешала после пыток узнав о том что многие благочестивые женщины приходят в темницу и прислуживают узникам нечестивый царь запретил их допускать туда кузникам тогда наталья остригла на голове свои волосы переоделась мужское платье и войдя в темницу в образе мужчины она прислуживала мужу своему и всем прочим святым и мученикам узнав об этом царь велел перебить мученикам голени и руки чтобы они умерли наталья попросила мучителя начать с ее мужа так как опасалась что он не выдержит глядя на других по дням ноги мужа своего она положила их на наковальню мучители сильным ударом молота по ногам мученика перебили ему голени и отбили ноги но тем не менее они прожили вместе 13 месяцев после сбора овса сегодня традиционно ели блины и овсяные кисели поэтому и называли этот день овсяницы первый собранный сноб овса несли в избу и ставили под образ в красный угол все работавшие садились за стол а хозяйка угощала их специальным блюдом под названием дежень овсяным толокном которая была замешана на воде или молоке приправленной ягодами в это время собирали рябину и калину отвары и настой из калины и рябины использовались для лечения самых разных болезней эти ягоды повышает иммунитет восстанавливать силы приметы холодно утра на наталью овсяницу предвещает раннюю и холодную зиму смотрите конечно же в разных аптеках разные цены вопрос только как у нее есть я уверена что многие любят и верят и знают про ее пользу в морсе могут но морс тоже во первых и термообработка который мы говорим вторая там такая сладость она конечно лично у меня вот я сладкая редко еру вот сегодня выпил молочный коктейль сладкий магазинный у меня прям пленка в горле стоит то есть вот этот сахар как-то прям вот он прям мешает мне сахар сушится да вот вопрос как сделать эту клюкву вкусной ну вот правда как ее сделать вкусной и вот и для этого как раз и существует наша целебная кулинария для того чтобы вот этот полезный продукт мы съели и получили из него вкусное и полезное блюдо которые будут укреплять наши сосуды и так мы с вами примерно взяли грамм 100 150 может даже 200 клюкву сразу витамин п витамин c который будет укреплять наши сосудики десны сделать хорошим теперь мы берем всю зелень теперь мы берем зелень так тут осторожненько все тут какая-то леска есть есть сидим мы сразу вот столько зелени я сразу да я буду целый вечер тяжеловато подтягивать да 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 а вот в нашей целебной кулинарии мы это все те кто смотрит нас в первый раз они наверное в шоке в шоке что это когда они закладывают в блендер зелень зелень причем какую зелень петрушку укроп они говорят еще кинь сюда положили ну то есть то что едят с огурцам и помидорами да 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 и смотри мы даже можем с тобой добавить корочку цедру да она мутая она мутая а не будет ли кислой и клюквы это кислые лимон а мы сюда добавим еще меда для того чтобы у нас это все не было кислым это чеснека давай это мы сюда да можно можно все тогда помыть пожалуйста готовим вы даже себе затрудняетесь самых смелых фантазиях представить какая вкуснятина получается геннадия малахова когда он делает свои фирменные смузи вот все что сейчас полезного и для сосудов и для иммунитета вот она здесь все есть но просто это взбить в блендере мало должна быть основа основа кисломолочный жидкий напиток но я вот каждый раз когда покажите на течке давайте на ляженке вот такая вот можно и на кефире можно на кефире на любом кисломолочном продукте а зачем мы добавляем творог вот я не могу понять творог а творог мы можем и не добавить в этот раз да мы можем обойтись абсолютно без творога творог конечно мы можем добавить для того чтобы у нас еще это было более сытное более так сказать полезно чтобы наш лучше волосы росли ногти росли хорошо потому что здесь как раз полноценные белки содержатся легко усваиваемые и зелени они будут усваиваться великолепно кстати мы можем чтобы вот этого лимончика лимончика меня сводит руки также как скулы не вас мы посмотрим как раз как это можно или нет так и мы сюда можем еще добавить у нас витамины группы содержится в прошлом зерне мы можем сюда добавить столовую ложечку проросшего зерна который обогатит на нашу смесь сделать и более целебным и так добавляем это вообще потрясающая штука это самое проросшее зерно геннадий петрович проращивает это зерно сколько лет пока геннадий польщик в холодильник пошел за зерном я сколько лет 10 10 вкуснотища сделаем едоков-то много целебной кулинарии и хватит угостим всех-всех-всех-всех кто находится в студии программы целебная кулинария с удовольствием мед я вам так скажу вот с этой вкуснятины лечить сосуды и восстанавливать эластичность капилляров милое дело на завтрак на обед и на ужин а теперь остается нам включить кстати корочки которые я сюда положу они придадут особый аромат но это же аромат говорит о том что эти это наша смесь вот обладать бактерицидами сейчас я попробую как можно хорошо если ты любишь кисленько попробуй если да то мы разливаем и пьем ну что еще еще да потому что для меня лично вот клюква с лимоном в паре оказалось оказались таким сильным так вот видите всегда пробуйте перед тем как непосредственно разливать попробуйте какой на вкус получается делаем корректировку отлично и разливаем по новой попробуй теперь че теперь чем как она не только не только очень вкусно спасибо ну это же прям животворящая какая-то история хорошая пшеница живая клюква живая лимон живой зелень живая ряженка сторожочком хорошо и вкус получился очень хорош очень хороший и вот таким вот ароматом аромат цитрусовых аромат цитрусовых есть мне кажется даже я слышу петрушку благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте малахо про доброго здоровься и до новых встреч